Мы должны остановить Путина, заявил Джо Байден в ежегодной речи в Конгрессе. Начало своей речи президент США посвятил Путину и развязанной им войне против Украины. Джо Байден призвал Конгресс увеличить поддержку Украины. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим ее и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. Это все, о чем просит Украина. Они не просят американских солдат. Джо Байден осудил конгрессменов, блокирующих помощь Украине, и раскритиковал высказывания Дональда Трампа о НАТО и союзниках США. Мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину, что тот может делать все, что ему заблагорассудится. Я считаю это возмутительно, это опасно и это неприемлемо. Украина может остановить Путина, если мы будем на стороне Украины и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. Я говорю это Конгрессу. Мы должны противостоять Путину. Мое послание президенту Путину, которого я давно знаю, очень простое. Мы не бросим союзников, мы не прогнемся, я не прогнусь. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе своего визита в Вашингтон призвал разблокировать американскую помощь Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. По его словам, поддержка Киева должна идти и из Европы, и из США. Тем временем, западные партнеры, поддержавшие инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины, уже собрали средства для приобретения 300 тысяч боеприпасов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Нам удалось собрать достаточно денег, чтобы закупить первую партию из 300 тысяч артиллерийских снарядов. Однако наша цель – дать гораздо больше. Мы продолжаем искать партнеров, чтобы продолжать поддерживать Украину в ее смелой борьбе против российского агрессора. Петр Фиала, премьер-министр Чехии в соцсети X. В феврале 2024 года президент Чехии заявил, что его стране удалось найти для Украины 800 тысяч боеприпасов за пределами ЕС. Это полмиллиона снарядов 155-го калибра и 300 тысяч 122-го. По словам Петра Павла, к сбору средств присоединились 18 стран. И после того, как чешское правительство подпишет меморандум со всеми присоединившимися к инициативе государствами, Прага предоставит информацию о сроках поставки боеприпасов в Украину. Среди стран, которые публично заявили о присоединении к инициативе – Нидерланды, Норвегия, Германия, Франция, Бельгия и Люксембург. «Это будет частью наших общих усилий, направленных на предоставление Украине столь необходимых возможностей в борьбе с российским агрессором». Юрика Бекес, министр обороны Люксембурга в соцсети «Икс». Три французских оборонных компаний намерены запустить производство в Украине уже этим летом, рассказал министр обороны Франции Себастьян Лекарню. По его словам, речь идет о партнерстве с украинскими компаниями, особенно в сфере производства беспилотников и оборудования для сухопутных сил и, возможно, боеприпасов. Кроме того, по информации «Франц-24», 12 марта парламент Франции намерен проголосовать двусторонний договор о безопасности с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Мануэль Макрон подписали его в феврале 2024 года. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.